Мы видим, что договоренность о прекращении огня ничего не значит для Армении. Армянские войска вновь принялись за террор и преступную деятельность. Они обстреливают не только боевые позиции Азербайджана, но и населенные пункты, берут под прицел важные инфраструктурные объекты. И это после 10 часов переговоров в Москве. Разве не сама Армения так просила о перемирии? В результате обстрела города Гянджа погибли несколько человек. Это мирные граждане. Азербайджан имеет полное право продолжить контрнаступательную операцию в целях самообороны и восстановления своей территориальной целостности. Весь мир видит, что с Арменией нельзя говорить ни о мире, ни о прекращении огня. Ереван показал свое неуважение и к Москве. Впрочем, руководство Армении никогда и не сдерживало своих обещаний. Вместо ожидаемого обмена пленными и телами погибших, армянская сторона пошла на новые преступления. Таким образом, Армения игнорирует не только решения сопредседателей, но и интересы своего народа. Нет никакого оправдания обстрелу мирных жителей. Армения должна получить не только дипломатический ответ, но и военный. Сахадали.